МИД России готова вести переговорный процесс со всеми заинтересованными сторонами. Она открыта для контактов, в том числе и США. Очень они хотят при помощи всех этих грязных бомб и так далее вытащить на переговоры Байдена. Очень прямо им это нужно. Россия не намеревалась и не намерена использовать ядерное оружие на Украине, говорит в письме представителя РФ при ООН. А он знает, этот постоянный представитель. Этот постоянный представитель рассказывал, что Россия на Украину никогда в жизни не нападет, а было это ровно за сутки до того, как Путин ввел войска в Украину. Поэтому это чушь. Заявление России о создании грязной ядерной бомбы могут свидетельствовать о подготовке акта ядерного терроризма. Это Энергоатом в Украине заявили. Ну, вы знаете, я что могу сказать. Это также может говорить о шантаже. То есть, Путин пытается брифовать, Путин пытается использовать вот такую карту. Ну, Джокера, будем так говорить, да, то есть, ту карту, которая может в игре быть любой картой. Это вот Джокер, он так Джокер выкинул, там, ща, я вот как, вот, там, дорболызну. Но он этого не может сказать. Он может сказать, что Украина сейчас взорвет и прочее, и прочее. А аналитики пусть думают, мечутся и так далее. А воевать-то он собирается со стратегическим оружием, если ему придется это делать. Но я думаю, что он все к тому, в конце концов, и доведет, что придется. Поэтому надо прибить. Как они помогут, они с ними вместе. Ну, там же не все вместе, понимаете. То есть, там тоже в товарищах согласия нет. Нет, я обращаюсь к тем товарищам, которые не согласны, которым Путин не нужен. Там есть те, кому он нужен как воздух, и есть те, кому он не нужен вообще сейчас. Потому что он портит всю картину. Потом разберемся. ГСД США не будет убирать Путина, он с ним заодно. Ну, я говорю, я это прекрасно понимаю. Но я же должен это сказать. Потому что вдруг найдутся люди, которые не заодно. Они скажут, а ты нам этого не говорил. Вот говорим. Им открыто говорим. Операция Морена проводится. Поэтому я прошу помощи у всех, кто может помочь прибить Путина. Мы проводим операцию Морена. Она поднялась, схватила и в вату тащила. А мы ей поможем это сделать. Ну, потому что операция Валькирия, как-то некачественно. Я объяснял. То есть, назвали операцию Валькирия, и ничего не получилось. Ну, потому что Валькирия прилетает только за героями. Гитлер точно не был героем. Валькирия за ним. И поэтому и не напряглась, и не прилетела. А вот Морена как раз приходится таким, как Волк Путин. Поэтому мы и назвали операцию так. Путин – баловень вселенной. Так и есть. И Москва расценит возможное применение украинской грязной бомбы как акт ядерного терроризма. Об этом Небензя сегодня рассказывал в ООН. Генсеку ООН, он рассказывал о том, что Украина будет грязную бомбу взрывать. Но, видите, если там Гутерриш, может быть, как-то не отреагировал на это, то Госдеп США отреагировал. Предостерег Россию от применения обычной или грязной ядерной бомбы. Ну, и так далее. Ну, они опять КАЗу показывали, там пугали. Будь то грязная бомба или ядерная бомба. Наша позиция в этом вопросе абсолютно ясна, по черту представитель Госдепартамента. И как же она ясна? Как раз то проблема в том, что позиция не ясна. То есть будет восьмая или девятая волна санкций. Или двадцать девятая волна санкций. Сто первое китайское предупреждение будет. Может быть, не дожидаться этой херни, а Путин прибить. Может быть, так сделать. Но если у вас руки короткие, там, ну, по каким-то политическим моментам. Ну, зарядите тех людей, кто могут это сделать. Мы запросто прибьем Путина. Помогите нам. Вот официально обращаюсь в Госдеп США. Помогите прибить Путина. Тогда и воевать вам не придется. Ядерной войны не будет. Мы это сделаем сами. Мы это возьмем на себя. Помогите нам. Если спросят, что нам нужно. Нам нужно то, что не продают военторги. Как Путин, помните, рассказывал. Вот это нам нужно. То, чем не торгуют военторги. И все. Ну, и, конечно, разведывательная информация бы не помешала соответствующая. А все остальное мы сами сделаем. Даже не паритесь. Так, вот спрашиваю, что такое грязная бомба? Почему про нее так много говорят? Ну, что такое грязная бомба? Это радиоактивные вещества, да? И которые соединились с взрывчаткой. То есть, взрывается обычная взрывчатка, любая, да? И разбрасывает радиоактивные вещества. Мощность этой ядерной бомбы зависит от количества взрывчатки и от количества радиоактивного вещества, которое там есть, и его, в общем-то, радиоактивность. Потому что она тоже бывает разная. Я думаю, что... Ну, что, конечно, Украина никаких грязной бомбы применять не будет 100%. И что Путин просто повышает градус. Его задача в этой войне все время повышать градус вот этой политической борьбы. Чтобы всех напугать, чтобы считали, что сейчас, вот не сегодня, не завтра там произойдет взрыв атомной бомбы или грязной бомбы. Затрет весь мир и так далее. Чтобы пытались с ним договориться. Ну, как он-то думает, что они будут договариваться? Самая грязная бомба была Чернобыльской АЭС. Ну, пожалуй, да. Я не знаю, как-то не соизмерял это с фукусимой. Ну, в общем-то, я думаю, что хрен резьки не тлачь. Но масса негрязных бомб в огромное количество в атмосфере было проведено ядерных испытаний. Тоже нормально все подзасрали. Самая грязная бомба Пуэлло. Абсолютно я с вами согласен. Это точно. Это вот грязней нет. И все, что делает Путин, да, все грязные бомбы. Вот что бы он ни делал. К чему бы ни прикоснулся, из всего получается грязная бомба. Так, видимо, ядерное оружие отсутствует РФ. Вы знаете, я бы не стал проверять. Ну, вот когда Обама приезжал в Саратовскую область и спустился в хранилище ядерного оружия в Березовке, да, то он подтвердил, что там все в порядке. А так как я, в общем, достаточно хорошо знал много людей оттуда из Березовки и руководящего состава, то они мне тоже подтверждали, что там в хранилище все в порядке, ядерное оружие есть. Сейчас, ну, вот, например, по атеатической дивизии мы знаем, что в ракеты, которые стоят на боевом дежурстве, да, их там какое-то количество штук, да, из них в рабочем состоянии реально находятся только две. Это вот мы знаем. Другие просто не обслуживаются. Но если ракета не обслуживают, то она не полетит. А вот две ракеты обслуживаются хорошо. В чем проблема? В том, что никто не знает, какие ракеты обслуживаются, а какие не обслуживаются. Какие полетят, а какие не полетят. Их достаточно сложно уничтожить. Поэтому, конечно, того заявленного количества ядерного оружия у Путина наверняка нет. Но какое-то количество и есть. И поэтому я не думаю, что кто-то захочет рисковать. Не проще ли какого-то пляшевого карлика примить, чем рисковать? КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok